здравствуйте меня зовут федор васильев и давайте поговорим еще о настройке шаблона как еще мы можем оформить данный шаблон что здесь можно изменить в данном шаблоне я хочу вам показать как можно менять цвета любым здесь модульным позициям так как у нас с вами сделан только левый сайт бар то есть для каждой вот этого блока мы можем назначить отдельный цвет соответственно если вы будете использовать где-то еще в модульных позициях какой-то контент также блок можно оформить и так как узнать как оформлять блоки то есть данное оформление она уже задана в шаблоне нужно только его подключить для того чтобы узнать как подключать и какие варианты есть отображение внешнего вида вот этих вот блоков для этого мы должны перейти на сайт разработчиков view тем вот по этому адресу вы уже знаете данный сайт дальше мы переходим вот здесь вот первая кнопка тема дальше мы кликаем вот здесь на кнопку jumla и вот здесь есть такая кнопочка смотреть демо шаблонов то есть мы должны сейчас найти наш шаблон с вами и посмотреть его демонстрацию то есть в данной демонстрации шаблона там есть подсказочки что нужно сделать чтобы увидеть как можем оформить цвета блоков вот здесь мы кликаем по галочке дальше вот здесь кликаем по стрелочке и наш саблон вот он вот его название кликаем по этому названию и открывается шаблон то есть демонстрация нашего с вами шаблона который мы используем для магазина здесь вообще мы можем посмотреть во всей красе что представляет из себя данный шаблон конечно многие элементы например вот это это уже отдельное здесь встроенное расширение клубное расширение то есть от данной конторы you тем я хочу вам показать именно как формируются блоки кстати вот тот самый слайд который мы использовали с вами для этого нам нужно перейти вот вторая кнопка и модуль из вариация кликаем сюда и здесь показаны вот в этих вот боксах как раз таки цветовые вариации они вот верхней кажутся одинаковые но вот здесь если присмотреться например у этого блока нет шапочки а вот у этого блока видно здесь такая есть полосочка разделение да как бы шапочка заголовка отделяется и так как использовать данный стиль например вот есть вообще без без рамки можно использовать смотрите у нас с вами стиль здесь я использую голубой поэтому нам бы подошел вот этот голубой цвет тот такой блок что мы для этого делаем вот здесь вот есть такая конструкция так называемый short код смотрите если вы хотите просто получить синий цвет то вы копируете вот такую строчку style box color color если вы хотите вот такую иконочку сбоку замочек то копируете еще и вот нижние нижнюю строчку short кода давайте пока посмотрим без иконки то есть просто копируем прямо отсюда данный short код переходим в админку нашего сайта переходим расширение менеджер модулей мы меняем сейчас для логин форм цвет в менеджер модулей мы ищем логин форм модуль входа авторизации на сайта заходим внутрь кликаем потом дополнительные параметры и вот суффикс css класс модуля это тот параметр что нам нужен здесь мы просто вставляем данный short код нажимаем сохранить идем на сайт обновляемся и вот так просто меняется цвет нашего блока авторизации очень симпатичным мы можем каждый блок сделать таким цветом давайте попробуем теперь с иконочкой то есть видите все очень просто демонстрацию шаблона также я прилагаю в дополнительных материалах вы можете на отдельный тестовый домен установить демо данные быстрый старт и изнутри посмотреть потом другие какие возможности здесь можно взять из данного шаблона давайте попробуем замочком с новой строки в этом же поле я вставляю я скопировал все целиком вставляю сохранить обновляюсь и вы видите появляется шапочка и у шапочка появляется иконочка замочек как раз подходит для авторизации да давайте попробуем подключить другие стили вот есть даже с иконка магазина блок возможно где-то подойдет ну давайте воспользуемся без иконки то есть я копирую short код выходим с данного модуля ищем модуль давайте воспользуемся для переключения валют заходим в модуль переключения валют переходим дополнительные параметры суффикс css класса модуля вставляем сюда сохранить обновляемся и вы видите у нас блок становится серой да то есть все очень просто но смотрится все очень круто нижние боксы можно использовать с иконками и давайте еще посмотрим блок без рамок то есть например просто копируем вот такой вот short код в описании и давайте назначим для новые телефоны для этого блока захожу в данный модуль перехожу в дополнительные параметры суффикс css класс модуля не путайте с полем суффикс css класса списка вставляем сюда сохранить идем на сайт обновляемся и здесь конечно смотрится не очень хорошо но вы видите отключились вообще стиле данного модуля и у нас слайд работает без заднего стиля это я вам просто демонстрирую здесь я лучше это уберу это хорошо подойдет если вы вставляете картинку баннер и не хотите то есть во весь размер вот этого блока да и не хотите чтобы стиле занимали область на сайте тогда это хорошо подойдет давайте попробуем какой нибудь другой вариант например давайте попробуем с какой-нибудь иконочкой например вот такой здесь от удаляем вставлять другой стиль сохранить обновляемся да но вот весь к сожалению некоторые стили здесь они не работают с данным модулем поэтому здесь придется выбрать что-то другое давайте попробуем вот такой стиль хотя скорее всего он тоже не подойдет обновляемся но это здесь подходит единственно здесь нет у нас иконочки да то есть данная иконочка здесь видимо какой-то конфликт идет несовместимость иконочка неф не выводится да то есть можно без иконочки но для обычных модулей вот видите иконочка выводится без проблем вот и вообще здесь он не очень хорошо смотрится вот из-за этих рамочек да поэтому данному модуль я бы наверное ничего бы не назначил пускай будет по умолчанию вот такой стиль единственное что здесь можно попробовать это вот именно с шапочкой чтобы была шапочка да у модуля то есть возьмем например вот такой вариант сохранить обновляемся вот видите у нее появляется у заголовка появляется такая некая шапочка вот этот вариант больше всего подходит принципе вот и все на этом уроке теперь вы сможете как-нибудь более интересно оформить некоторые может быть все блоки на вашем интернет магазине сайте на этом здесь все и увидимся в следующем уроке